тропический душ как выбрать а на что обратить внимание сейчас мы об этом поговорим современном современных тенденциях отделки и ремонта тропический душ это уже не какая-то удивительная или сверх дорогостоящая вещь которую можно смонтировать даже на тот смеситель который у вас есть уже и он например ну куплен давным-давно у вас его нету вы хотите добавить вот сейчас мы с вами рассмотрим разные виды тропического душа я расскажу вам на что надо обратить внимание при разводке труб подводки водопровода и соответственно дальнейшей эксплуатации данных данного аксессуара в каждой современной ванне смотрим тропический душ это вот такая большая лейка их очень много разновидностей бывают в страилом у плана и наружного вот это это встраиваем если мы обратим внимание то мы увидим что данная лейка выходит из стены также есть вот такого плана лейки их можно смонтировать уже непосредственно из потолка к нему в комплекте идут вот такие системы регулировки подачи воды соответственно переключение на там например душ на саму лейку и регулировка а температуры воды на следующий вид смеситель с тропическим душем это наружного исполнения смотрим то есть вот такого плана лейка вот он сам смеситель вот по этой трубке вода вода попадает в лейку потом вот такого плана но остальное они отличаются плюс-минус дизайном ну и соответственно цветом теперь третий тип третий тип тропического душа это в том этот тип как подходит тому у кого уже есть свеситель и вы хотите немножечко улучшить или разнообразить подачу воды в вашем ванной комнате при приеме ванны или душа это это вот такие модули вот если мы смотрим это вот такой модуль у него есть соответственно сам тропический душ соответственно леечка и обратим внимание что здесь раз шланг который идет на лейку и вот он второй шланг соответственно если у вас обычный смеситель ну допустим вот такой вот он то вы покупаете вот этот третий вариант короткую лейку прикручиваете сюда и все остальное крепите на стенку и у вас получается тропический душ до будут дополнительно шланги болтаться но все равно это дешевле выходит чем непосредственно купить заново полностью модуль и так теперь есть особенности монтажа на что нужно обратить начнем по порядку с первой группы это непосредственно а тропический душ который монтируется в стену вот тут мы говорим про этот и про этот мод вот смотрите вот этот модуль регулировочный обычно он выставляется вот каким образом то есть у вас или душевой поддон или ванна это не имеет значения вы должны стать в там где этот смеситель должен стоять допустим если душевой поддон соответственно там гораздо все проще вы зашли в этот душевой поддон перед тем как вам смонтируют трубы и как соответственно как вам удобно вот регулировать на ту высоту вы выставляете допустим в моем случае это где-то 90 или метр далее соответственно сантехникам вы говорите вывести вот на такую высоту вот этот смеситель и вывод следующий на что вам надо обратить внимание это душевая лейка душевую лейку оставится если она ставится в стене то перед покупкой вот этой системы всей убедитесь в том что это все к вам поместится чтоб у вас высота потолков было не менее двух там 60 или 250 в ваннах иногда зачастую бывает высота потолка небольшая плюс еще душевой поддон сделали и уже тропический душ ставить некуда независимо от конфигурации далее вы берете и ставите над головой минимум три кулака своих то есть это где-то приблизительно от 20 до 30 сантиметров минимальной должна быть высота лейки прибавлены к вашему росту допустим рост метр семьдесят добавляем 30 сантиметров получается два метра обратите внимание что от трубка сюда лейка накручивается и вот здесь личка должна быть соответственно отсюда минимум 30 сантиметров это минимум а соответственно выводы вы должны еще делать выше это уже у нас размер получается 210 от чистового уровня вашего той поверхности который будет стоять это или ванна или поддон если поддон в спрятан трап у него в полу ровненько соответственно отчетный период отсчет берем от уровня плитки если у вас поддон приподнят да например хотя бы на 10 сантиметров то мы уже отсчет берем непосредственно от поддона если у вас вообще ванна стоит в этом месте соответственно надо делать высоту от основания ванны и уже от пола данный смеситель выставляется не менее чем на 220 не менее а так зачастую мы на объектах например такие смесители ставим от уровня пола до лейки 225 230 это в принципе предоставь соответственно теле которые монтируются в потолок там все гораздо проще сколько потолок вам позволяет настолько она и будет чем ближе устанавливается лейка тем хуже эффект то есть пучок воды совсем другое получается это неудобно это отзыв от от моих постоянных клиентов которых высота потолка не позволило задрать достаточно высоко и допустим там всего лишь сделано около 20 сантиметров говорит не очень комфортно теряется этот эффект далее точно также абсолютно точно также устанавливаются вот эти вот вот эти виды смесителей они устанавливаются точно также кроме одного но смотрите данные смесители иногда продаются с нерегулируемой рейкой если вот здесь а рейка регулируется мы видим вот если регулятор мы пошевелим то рек спокойно опуститься или поднимется точно также вот опять об опустилась вот он ниже и соответственно поднялась очень частую ошибку осу допускают заказчик не очень часто ошибку допускает заказчики покупая от незнание и не спросив предварительно на тропический душ на жесткой рейке потому что если у вас на жесткой рейке смеситель появился до монтажа соответственно разводки воды водоразвода у вас будет косяк ну блин сто процентов не получилось поставить на нужный уровень ванну потом соответственно смеситель планку поставили смесительную планку достаточно высоко и уже все и и мы видели как у людей вот так вот люди стояли прям в упор на устанавливались такого вида смесители до решение есть это глобально если не переделывать это покупать непосредственно вот эти ли чтоб с регулировкой были то есть тот смеситель или выбрасывался или сдавался при возможности заказчик ехал выбирал новый и ставил непосредственно с регулировкой потому что регулировка там очень большой диапазон и можно для себя максимально комфортную высоту выставить так давайте вам расскажу еще про цвет что я рекомендую выбирать смотрите цвета бывают такого вида такого то есть это хром это матовый хром черные бывают бывают они бывают белые бывают вот такого плана бывает вот такого плана то есть обилие цветов достаточно большое что я рекомендую я рекомендую уходить от окрашенных вещей черные белые и вот такого плана под золото под бронзу они в основном окрашены даже дорогие производители и если даже дорогие производители не дадут вам такой гарантии что это дальнейшем так или иначе как-то не потеряет свой цвет где-то не вытрется и не проявится металл так еще а плюс то что если у вас например в квартире или в доме нету хорошей системы для очистки воды то весь известковый налет то есть и все что вот это белые орелчики которые остаются после того как капельки попадут они будут на этот на черный например стопроцентно если у вас стоит система фильтрации да вам любую подходит но пользоваться надо аккуратно потому что в этих вещах и на углах обычно случайно та же самая лейка та же самая вот эта леечка упала и скольчики появляется на хроме и на таком это дефект так никак не проявится но если в дизайн про эти или прям желание хочется доставьте но просто потом поаккураннее эксплуатирую все всем кому понравилось видео ли было как-то полезно ставьте лайк подписывайтесь всем пока